так время сколько время то 5 35 я трогаюсь в путь по ту луну сторону красноярска друзья сторону красноярска через 300 метров выверните налево дождь был всю ночь вот поэтому все дороги залило выходим на трассу вот он город тулун ну и ходим на трассу вот только вот такого еще не видел идет ровный асфальт можешь набирать 120 и вдруг он обрывается и превращается в грунтовую дорогу с ямами и ни одного знака не стояло что как какая-то проблема ни одного знака не стоял вот только выехал с тулуна это просто жесть короче и вот идут первые знаки о том что дорога находится в ремонте представляете что происходит может их сбили эти знаки может удалили но это короче в беспредел полнейший так что имейте ввиду после тулуна какие приколы могут быть маленькое село балюшкина 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 проехали уже пока трасса нормальная красноярск прямо будагова 400 метров слева деревенька будагова визаж однообразный тут вообще прикол смотрите очередь большая и почему-то она не движется мы подъехали стоим давно как говорится там светофор работал неправильно зеленый показывал и нам и им некорректно переключалась автоматику поэтому машины встречались друг с другом разъехаться надо впереди туман утренний туман не сказать чтобы совсем плотный вот так кусочек тумана рассеялся сейчас следующий будет звонят подписчики и подписчицы вот сегодня звонил подписчик который хотел чтобы я проехал в железногорск и сделал обзор города но я не могу в железногорск у меня трасса уже вот назначена на красноярск вот только те города которые я проезжаю я могу остановиться на время потому что все распланировано и вот сейчас людмила позвонила с канцка и тоже мы должны встретиться около царских ворот я могу остановиться сказать и когда я буду проезжать то есть подписчики наблюдают за продвижением автомобиля антилопы гну мы едем дальше налево станция хингуй а прямо пятьсот шестьдесят девять километров ну пятьсот семьдесят километров красноярск ручей киргит туйка киргит туйка едет целый ряд грузовиков вот этих тяжеловозов с каким-то барахлом в кузовах и едут они крайне медленно меньше восьмидесяти и еще и полоса такая досталась не очень хорошего сейчас он показал мне что можно обгонять вот уже серию обогнали грузовиков ну спасибо что это спасибо что показал что можно отправляясь в сторону Красноярска начинается вот этот пейзаж таежный приятные глаза то есть уже не дикие там обездоленные степи а уже вот сосны это конечно очень красиво особенно под освещением утреннего солнца очень красиво вот эта вереница автомобиля тянется довольно долго уже и вот приходится вот так вот ее обгонять длинная довольно таки но обгон здесь разрешен поэтому весьма конечно же опасно надо дистанцию соблюдать вот сейчас вот едет это скорее всего джип который сопровождает их а впереди впереди едет грузовик поэтому подождем пусть проедет велосипедиста видел что он едет все теперь обгоняем потому что он скорее всего и сопровождает этот хайлюксу только вереницу автомобиля потому что едет с такой же скоростью вот еще видите какие пейзажи красивые когда вот сосны солнце дорожка пошла в гору уклон 5 градусов ну 5 процентов среди холмов таких вот красиво мне говорили серпантин это то что ехать в Сочи серпантин ну то есть он более такие крутые но там и скорости не такие как допустим на Байкале где можно сказать что это не серпантин пускай будет так виражи да но в любом случае скорости выше как бы вот очень красиво туман в долине поднимается испаряется туман вот туман заехали в селение так забыл табличку не заметил в этом тумане ежик в тумане мне видится правда там туман был плотнее и по-моему вечерний да так я пожалуй даже фары включу еще добавочные у меня противотуманки но я еще и фары включу потому что мы в населенном пункте все таки вот куда он прет скажите мне товарищ 40 километров в час через поверните направо а затем через 200 метров поверните налево поворачиваем все туман пропал река Уда вот друзья река Уда и рыбаки стоят прям с перилы рыбачат река Уда и тут же другая река Застрянка называется поворачиваем направо прямо 310 километров ничего так уютный городок или что это я сейчас выясню этот раз Нижний Удинск конечно город просто навигатор не дает нормального названия а табличку я пропустил в тумане Нижний Удинск так вот табличка Нижний Удинск заканчивается вот тут такая заправка АЗС просто какая-то 42 рубля стоит бензин ну это такая подкидная как бы заправочка так Алзамай 92 Тайшет 152 километра и 547 километров Красноярск едем дальше таежная такая картинка мы едем 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 трасса в принципе неплохо какая красота вот так вот так вот так трасса великолепная трасса великолепная просторы красоты все очень симпатичные вот скоро будет Тайшет я так думаю а до Красноярска 485 километров Казанзор или ручей Замзор здесь какая-то добыча или переработка я в этом не разбираюсь трасса трасса ручей Мокровой Луг Новосибирск 1298 дофига нам надо будет до него ехать дофига нам надо будет до него ехать вот вот едем бывает дальнобойщики в принципе ребята неплохие как говорится и помогают пропускают но бывают среди них такие вот нехорошие видиски впереди у меня есть уже шанс его обогнать и впереди идет такая разметка на которой уже гонять нельзя она довольно продолжительная и в этот момент он начинает набирать газу я уже вижу что я иду там 130 а он прет до безумия прям лишь бы только я не проехал туда вот до чего такая вот черта характера подключая такая ни себе ни людям понимаете есть такие редко но есть все это и все и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 Ремонт моста, наверное, а может быть просто дороги, дороги и грунтовка. Появились первые капельки дождя. А там далеке серенько так видно, что раз боюсь всего дождя. Продолжение следует... Село Елизаветское какое-то. Точнее, Елизаветка. Тут пеньки березовые, сосновые, дрова кулатые были. Тины называется населенный пункт. Недалеко здесь станция Тины. Дождик. Корова прогуливалась. Домики такие вот. Сейчас мы находимся в центре Тины. То есть мы сделали сначала по окраине, поехали. А сейчас в центре. Тут светофорное регулирование. Есть. Тины. Или Тины. Это обычно такой транспорт. Здесь вот видите. Вот мотоколяска. Мотоклубки. От запорожца кузов. Такие приколы мы уже видели. Друзья. Не успел закончиться нижний ингарш. Уже верхний ингарш. Идет дождь. Кстати, сегодня первое июня, друзья. С днем лета. Первый день лета. Сулемка. Или сулемка. Не успеешь выбраться из села, снова село. И вот от этого скорость падает. Передорожный переезд. Сошлагбаум. Вот. Хватит ругаться по-японски. Друзья. Я на Газпромовской заправке потерпел. Все-таки не стал заправляться. Сейчас заправил полный бак. Бензин стоит 92,41,20. 95,43,30. Это, по-моему, самая дешевая цена какая могла быть. И это первая заправка Газпрома. Той, которой мы и на Кубани пользуемся, в принципе. Я зашел, купил кофе вот такой вот. XL хоть один раз. Попробовать, что это. Ну, вкусный кофе латте. Все, еду. Меня в Канске ждет подписчица. Мы должны с ней встретиться. Ой, камера заднего вида вся в грязи. Надо было протереть ее. Так, ну ладно, выезжаем до Канска. Там буквально осталось 30-25 километров. 25. Сейчас посмотрим, сколько осталось. Ой, не то нажал. Так, сейчас все сбросим. Нажмем. Вот. Так, до Канска осталось. Ну, где-то 22 километра, друзья. Вперед. Первый раз на заправке беру кофе за всю историю. Ну, ничего. Вкусный. Автоматов я так и не нашел в средней полосе России. И на Сибири, и на Дальнем Востоке. Что-то нету. Ну, кроме как Благовещенска. Благовещенско-Тадейско-Тадейско. Небо проясняется. Надеюсь, что в Красноярске будет погода лучше, чем была здесь. Вот. И наблюдайте, ребята, такую картину. Вот, допустим, я в Канске, скоро буду в Красноярске. Никаких евро здесь практически нет. То есть машины все идут в основном японцы. Ну, или с салона японцы. Редко бывает, что Ринальд там или что-то провелькнуло. Мне просто интересно, на какой полосе страницы будет уже европейская техника. Вот такой автобус я должен был бы купить. Ну, не такой, а уже нацеливался и на такой даже, если вдруг. Но, к сожалению, не было ничего в продаже. Ну, и, к счастью, мне попалась хорошая машина. Это, скорее всего, Канск, друзья. Канск. Вдалеке. За деревьями. Как мне нравятся бесшумные дворники японца. Ну, ты их не слышишь реально вообще. В отличие от всяких наших приор, лад, нексия даже та же шумит дворникой. Бух, 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 бух. Так. Это у нас... Что тормозят все? Это Иландский район. Иландский район. А тормозят они из-за плохого асфальта. А, да. И табличка Канск. В Канске по улице вот этих декабристов дороги все разваленные, разбитые. Поэтому двигаются все медленно. И фуры, и легковые, в принципе. Вот. А с Людмилой мы повстречаемся с подписчицей около арки Триумфальной. Это ближе к реке. Дороги тут, конечно, разваленные. Что там говорить? Так, здесь мне направо. Поверните направо. Повернул направо. Через 300 метров круговое движение. Первый съезд. Встретились мы с Людмилой в городе Канске. Сейчас вот скоро будет Триумфальная арка. Я поеду дальше. Вот. Она мне принесла огромный пакет еды. Всем привет, говорит. Все. Поэтому... Помогайте, встречайте, не стесняйтесь. И кормите, да. Вот. Ну а сейчас это... Дальше я поеду. Погода такая холодная. Я когда на заправке вышел... В Красноярске завтра холодно. Передают холодно. Да? Холодно будет. Ну, плохо. А я в Красноярске завтра буду везде. Ну, я почему не говорю, что завтра в час один так гулять. Я хотел поснимать. Ну, ладно. Мог с ним. Шапку одену. Шапка с собой есть. Я ж знал, куда я еду. Себе. Вот. Себе. Такое лето началось. Сначала лето. Да, 1 июня. Детям сегодня не повезло. А вы там здесь живете, да? Я здесь работаю. А, здесь работаю. А живу я там в центре. Ну, красиво. А это не центр, что ли? Нет. Это не центр даже. Вот, Людмила захотела встретиться. Пришла, договорились. Поймали на телефоне друг другу. Она объяснила, где приземлиться здесь. Сейчас видео вроде вовремя выходит. Можно по времени ориентироваться. Получается, у меня очень такой график насыщенный. То есть, я когда приезжаю, я на видео сразу начинаю монтировать. А потом уже ложишься спать. Вот Красноярск город большой. Я решил, что надо день провести. Ну, все. Я поеду дальше. В общем, мне Людмила тут сказала, что Каннск это перевод от реки Канн, да? Она кровь обозначает, да? Из какого языка? Татарского? Татарского. Вот. А Каннск это значит что-то кровавое, короче. Ну, а Каннские фестивали здесь проходят? Да. Да. Вот эти знаменитые фестивали Каннские проходят? Собоем. Не Канн, а Каннские. Ладно. Друзья, ну что, поедем мы дальше. Значит, она мне, каждый раз, я выключаю камеру, она мне рассказывает, начинает интересно. Николай Второй проезжал его. Когда-то давным-давно ехал с Японии в столицу. Ага. Все. А потом, со временем она разрушилась. А вот недавно... Ну, это получается, что когда он ехал, как во Амурской области... Его встречали, перед ним приезжали. Строили, да? Чтобы проехал там под этими воротами. Ну вот. Везде арки строили. И здесь тоже прививали. Сколько населения Афганских? Почти 90-е. Ну, нормально такой городок такой. 90-е. Как есть, в принципе. Ну, все. Спасибо. Все, Люда, Людмила пошла. А я сейчас... А я сейчас поеду вперед на Каннский фестиваль. Триумфальную арку, друзья. Вот, сейчас мы будем проезжать место, которое Людмила объяснила, что это триумфальная арка в честь приезда Николая, когда он второго, конечно же, Николая. Когда он поехал с Японии. Круговое движение. Третий съезд. Вот. Нам надо будет третий съезд, и мы поедем уже через центр города, когда мост пересечем, я так полагаю. Здесь 24-й регион, друзья. Совсем близко к моему 27-му, который у меня сейчас будет на постоянку. Вот, друзья, это арка. Вот она. К сожалению, не могу вам ее так показать. Я за рулем. И вот сейчас у меня съезд. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Верните налево. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Через 300 метров поверните направо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Может, даже это и к лучшему? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Поверните налево, а затем через 200 метров поверните направо. Вот такой вот зеленый городок Канск. Прямо 2 километра. Прямо 2 километра. Какое-то такое здание тоже старенькое стояло. Прямо вообще старенькое. Пятиэтажки, хрущевочки. Так, через 600 метров круговое движение второй съезд. Ну, не столько круговое, сколько эллипсовидное такое на карте. Мне вечно не хватало для камеры питания батарейки. И поэтому я сегодня подсоединил ее напрямую к блоку питания. Сейчас у меня может сниматься. Не надо заряжать будет. Вот такая вот здесь стелла. Круговое движение второй съезд. Вот, ну, а мы едем прямо. И здесь мы будем поворачивать направо. И тут показана дорога, что Красноярск прямо. Странно. А почему он показывает направо? А, он показывает... Поверните направо. Объездную, что ли? А там какая-то непонятность. Зачем он так сократил? Ну, ладно. Прямо 3 километра. Поверим, поверим. Поверим, навигатор. Навигатор решил провести по другой улице. Здесь вот такие заправки. Красноярск, нефтепродукты. Почему-то здесь бензин у них стоит 42. 50, что ли, или я чуть не знаю. То есть дороже, чем на Газпроме. Надо сказать, что я имею с собой канистру, подаренную еще благовещенскими моими дорогими подписчиками, с бензином. И ни разу ее не использовал. Я боялся, что там заправки будут кое-какие. Было там в Чите. До Читы едешь, заправки далеко друг от друга стоят. Но все держал на запасах. И, наверное, так я ее, наверное, и привезу уже к себе домой. Благовещенский бензин. Не знаю. Да, навигатор меня повел какой-то дорогой. Блин, ну сейчас уже все нормально. Все, пошла прямая дорога на Красноярск. Впереди еще одна встреча с подписчиком Николаем Николаевичем. Около Воскресеновки, села Счастливого Пути. Написано. И нам дорогу преграждают фуры. Значит, вот куда-то, знаете, лады стремятся. Господи. Я могу сейчас нажать педаль газа, у меня машина взлетит нафиг. Нет, они тут демонстрируют свою. Так, пошла на обгон, а там знак обгон запрещен. И все равно пошла. А там встречка идет. И прям, опа, успевает. Перед носом. Какие люди нетерпеливые. Тут был как-то раз комментарий одного там горе-подписчика, который говорит, что я типа горе-водитель. Мол, ну, у меня, между прочим, стаж с 88-го года. И не было ни одной аварии по моей вине за всю историю. Тьфу-тьфу-тьфу. Поэтому, как бы я не водил, по его разумению, как бы я не водил транспорт, в любом случае, я проехал как бы большие расстояния. Видите, стоят эти установки, радары. Вот. Но опыт у меня очень большой. Так что, а все, он был возмущен на том, что на автовозах везут машины, и эти машины на автовозах болтаются. То есть на амортизаторах вот этих, они болтаются. То есть это, в любом случае, идет износ ходовой части в том плане, что не крутящиеся именно, а вот эти вот амортизаторы, стойки. Может быть, он водитель автовоза, поэтому он так возмутился. Иначе работа, как бы, пропадет. Деньги перестанут платить за доставку машин. Просто машины должны быть закреплены так, я считаю, чтобы они в этот момент не играли на автовозе, а стояли блокированы. А то, получается, просто поставили, и, конечно же, она будет болтаться в дороге. Причем автовоз сам по себе болтается чаще, чем легковой автомобиль на дороге. Износ будет амортизаторов, разумеется. Она же болтается. Нет, не пойдем, потому что там машинки. Вот, что касается обгона на японских праворуких машинах. Вот видите, у меня здесь, на изгибе дороги, прекрасный обзор. Я вижу, какой транспорт идет. И мне прекрасно видно, когда мне совершать обгон. Это раз. Во-вторых, я могу отклонить голову, и мне вполне достаточно, когда я отклонил голову, оказаться на месте пассажира. Вот сейчас пройдет эта фура. Вот она прошла. И там только вдалеке, видите, идет транспорт. Но я тоже не буду рисковать. Он идет довольно быстро, а фура тоже разгоняется. Поэтому могу подождать. Тут, в общем-то, классика. Тут сильно на трассе не мешает то, что ты находишься за правым рулем. Сильно не мешает. Есть очень много моментов, когда обзорность очень высокая. Вот сейчас вот тоже я бы мог обогнать, но там впереди, видите, машинка, жучка с фарами включенными. Вот здесь как бы можно обогнать. Я сразу смотрю, ситуация какая там. Включаю поворот, выхожу, голову наклонил. И вижу прекрасно, что машин нет. А потом после этого уже обгоняю. Это надо просто иметь опыт. Опыт будет. Будете без всякого спокойно обгонять машины. Хоть с каким рулем, хоть сзади. До Красноярска мне 215 километров до точки, где я должен остановиться. Сегодня я приглашен к одной женщине, к семье, точнее, можно так сказать. А то так будете сейчас думать всякую гадость, как некоторые говорят, на ужин, чтобы познакомиться с семьей их, чтобы как подписчица на нас ждет в городе Красноярске. Поэтому я к ней заеду и поужинаю. Вот честно скажу, я не понимаю вот этой разметки, да, на спуск легко очень обогнать автомобиль. А в некоторых дорогах делают разметку еще. Тут вместе со сплошной разметку прерывистую, чтобы можно было обогнать, которая фура идет на спуск. У них же там две полосы на подъем. Видишь, машин нету и прекрасный обзор. Почему не сделать разметку для обгона? Я понимаю, что на кривых, где уже повороты, там не надо. Но когда прямой спуск идет и видно прекрасно, такие уже есть разметки. А вот здесь она не нанесена. Хотя там был прекрасный участок для обгона. А делают обгон именно тогда, разметку прерывистую, когда идет в сопку, что очень странно. Как раз в сопку может силы мотора не хватить. Ты идешь на подъем по однополосной, да, и делают разметку, а впереди вот этот бугор, как не видно ничего там. Вот это вот здесь хорошо, здесь разделение полосы, да. Кто-то ушел вправо, ты спокойно обгоняешь. Но когда ты идешь по узкоколейке двухполосным движением, и тебе здесь нарисовали прерывистую линию на обгон, а впереди вон холм, ты не знаешь, что за ним. Вот это вот странно. Вот какой дурак рисует такую разметку. Вот и мне просто интересно. Помегали, где-то стоит ГИБД. Проверяет скорость, видать. А вон стоит, сбоку. Красивый спуск. Люблю такие спуски, когда ты прям как на парусах летишь. Вот пример подобной разместки. Смотрите, идешь на бугор, вот здесь вот, и прерывистая разметка. Шансов обогнать мало. И вот смотрите, она и продолжается, разметка дальше. Вот здесь конкретно. Какая может быть здесь разметка, машина может выскочить оттуда. А не знак ставят только вот здесь уже, что нельзя. Только здесь. Но это еще не самый классический вариант, где было. Я покажу в дальнейшем, где разметка нанесена вообще. Николай Николаевич, с которым я должен повстречаться. Он живет в 40 километрах от Вознесенки, которая будет скоро. Поселок такой, Вознесенское. И он выехал сейчас со своего города, Железногорская, Железоводская. Я точно не могу сейчас сказать. Мы встретимся и поговорим с ним, и тогда вы все узнаете. В общем, у меня необычное рандеву, так скажем. Встреча на трассе. Даже если подписчики живут где-то не рядом, не те места, где проезжаю, то они прям приезжают навстречу. Вот как вот меня весьма удивили Марина и Олег по поводу того, что они приехали за 200 километров с Братска в Тулун, чтобы привезти, как говорится, еду и повстречаться. Вот такие пироги. Я почему-то вспомнил, как у Остапа Бендера и Гуся Пи... Как же там эта фамилия-то была? Ахуджава играл. Ой, Ахуджава, господи, о чем я говорю? Паниковского. То есть я, как на той старой машине в фильме «Золотой теленок», еду по маршруту. Так, все у нас здесь нормально. Еду по маршруту, и меня встречают различные поселки, города. На Антилопе Гну автомобиль такой был. В данном случае мой Ниссан играет роль Антилопы Гну. Вот такие пироги, ребята. Себя я сегодня мало показываю, у меня тут провод поцеплен. О, смотрите что. У них машина прям это, задымилась. Вот гнали-то, а. Ну, прям жуть какая-то. Прям дым стоит. Ну, ладно, еду. А у Николая Николаевича точно такой же Ниссан, как у меня. Ниссан Эксперт. Только голубого цвета. Вот. Это было бы неплохо его тоже посмотреть и узнать, у него кое-какие премудрости по Ниссану. Может, подскажет. Ах, какая красивая картинка, когда вот так березки, облака, солнце. Простор дали такой. Прям прелесть. Смотрите. Все. Обгон разрешен. Какой нахер, прошу прощения, обгон, когда вот это... Я ничего не вижу. Как обгонять? И еще и трасса поворачивает. Обгон разрешен. Вот представьте себе, да? А тут вылетает машинка. Кто рисовал эту дурацкую разметку? Я не понимаю. Как они ее рисуют? На основании чего? Он бревна везет. И все бревна подписаны у него. Цифры на них стоят. Вот рисуют разметку опять же. И поворот дороги. Не видно ни черта, что идет машина или нет. А обгонять типа можно. А вот когда трасса нормальная, вот тут прям за мостиком, и ты прекрасно видишь, что впереди, ну там видно просто великолепно, стоит сплошная полоса. Ну это понятно. Здесь вот леерное ограждение. Вот, вот сейчас я смотрю, вот сейчас вот опять уже поздно, там идет машина. И опять на подъем, а для них на спуск. Обгон разрешен. А мне на подъем нет резона. Там еще и поворот дороги. Для встречного транспорта выгоднее. Вот сейчас опять обгон запрещен. Здесь понятно. Здесь так и должно быть. Обгон запрещен. Сейчас посмотрим. Там прямая дорога. Должны разрешить. Пока запрещен. Вот здесь можно. Так, ну там идут машины. Обогнали. И еще идут они хвост-хвост, пробелов не оставляя, чтобы можно было втиснуться в результате какого-то обгона такого неполного. Много нюансов при обгоне. Много. Вот здесь вот прекрасная полоса для обгона. Уже длится длинно. Идеально. Ветер на улице сильный. Видно по деревьям болтает. И встречный он идет, и боковой. Как трасса поворачивается. Вот. Про эту разметку я говорил. Видите? Ну тут вот странно. Тут не дается места для обгона. Тут раз, опять идем на спуск. И уже им можно обгонять. Ну понятно, что транспорт идет наверх, какой-то тяжеловес. А мне нельзя. Или вот опять конец запрещения. То есть разрешено обгонять. Но оно короткое. Вот что тут можно успеть, если впереди транспорт идет раз. И уже внизу встречает нас знак, запрещающий обгон. То есть тут вот эти... Нет вот идеального обгона. Это только тогда, когда вот полосы реально есть на подъем. Тогда еще можно быть как-то обогнанным. Ну ладно, закроем эту тему. Это, короче, слишком тонко. И долго разбираться. Вот вариант. Обгон разрешен. Смотрите, да? А был какой поворот? Какой тут... И тут же дальше знак. Обгон запрещен. Вот где ум? Какой можно здесь сделать быть обгон, если ни хрена не видно? И если тут даже вот в этом промокле... Вот сейчас вот там будет обгон разрешен. Вот. Все. Конец запрещения, что можно обгонять. Да? Но тут холм. Как можно обогнать холм? И тут же, как только ты вот напрямую вышел, обгон запрещен. Ну что это? Это цирк какой-то, честное слово. Вот опять разрешен обгон, да? Как тут можно? Тут ни хрена не видно. Вот он из-за угла вывернет, эта фура. Вот. Ну а тут, конечно, вот можно было разогнаться. Но там дальше поворот. И может что-то выскочить. Вот как здесь? Вот здесь разрешен обгон, да? Но мы едем, обгоняем. Вот только так. Но грузовик мог бы и потесниться. А то вышел сюда, до середины полосы. Ну да. Здесь я смог его обогнать. Но все равно, как бы, может транспорт показаться быстро. Надо будет завершать обгон. В общем, есть такие нюансы. Так, это Новопятницкая, по-моему. Судя по карте. Вот Яндекс.Навигатор дает очень мелкий текст. Очень мелкий. Вот на телефоне надо в пути, чтобы он крупные буквы были. Да, Новопятницкая. Все. А мне надо Воскресеновку. Скоро-скоро осталось 125 километров до моей точки в Красноярске. И осталось 87-80 километров до точки Вознесенка, где мы встретимся с Николаем Николаевичем. Вот так вот трасса. Все идет, идет. Осталось 103 километра до цели. Город Красноярска. Тоже красиво. Растут ели. Сосны, другие деревья. Смешанные лесок. Видите, какая идет вереница автомобилей. Какая-нибудь одна там впереди, колымага, ели ковыляет. И, соответственно, тащит все остальное. А тут нету двух-трехполосных. Линии, чтобы можно было обогнать. Вот он пошел на обгон, да? Где разрешен. А там впереди машина уже едет. Видите? Чего он-то-то обогнал одну машину? Ток от этого. Сейчас так и будем плестись до Красноярска в 60 километров в час. На обгон это самый участок, вот этот до Красноярска, в 100 километров в 160, самый корявый. Потому что здесь очень много машин. Идет разрешение на обгон буквально ежесекундное. Вот секунды там три, чтобы ты обогнал кого-то. Вот сейчас сплошная полоса, нет никакого разрешения на обгон. Люди мечутся на этих машинах, кто как может. Поэтому памятники кругом разбросаны. В данном случае, допустим, вот здесь хорошо делать обгон. Потому что простор, там все видно. Но его тут нету разрешения. Только его. Вниз очень было бы удобно разогнаться, быстренько обогнал. А вот дадут разрешение на обгон только тогда, когда вборку будет. Но опять же она не трехполосная. Двухполосная. Ну вот он весь в веренице плетется. Вот он. Знак стоит разрешение. Все. Конец. Запрещение. Конец действия того знака. И вот пошли они все наверх. А толку-то. Вот он обогнал меня. Я его просто пропустил. Смысл. Тут такие вещи творятся, что вообще вот. Я буквально просто отклонился на обочину, чтобы не вборок. Врезались друг к другу люди, которые идут на обгон, нарушая все возможные правила. Потому что реально как бы организовывается пробка, а все куда-то спешат. И идут на обгон, не думая даже о том, что им придется сворачивать в колонну обратно. А впереди, видите, сложный участок и все начинают торможение, видите. Из-за того, что кто-то вылетел и потом встраивается в эту очередь обратно. Еще тем более на склоне уже, когда уклон. Все из одного там грузовика, который ползет 60 километров, 50 километров в час на такой трассе. Ну сдвинься ты на обочину и катись по ней, пропусти толпу, потом снова выйди. Вот так вот по-хорошему. Нет, он едет 50, все. Ну это, конечно, не какая-то скоростная трасса, но 50, он тормозит всю толпу, конечно. Можно легко ехать 90, но вот такое вот, что поделать. Вот идеальное место для обгона. Обзор великолепный. Ну почему его тут не разрешили, да? Вот так по-хорошему. Можно было бы здесь обгонять. Но вот разрешение там, где вообще обгонять. Так, это вот развязка такая, Нашавинское какое-то село. Красноярск прямо. Была петлевая развязка. Осталось всего лишь 68 километров, а мы едем со скоростью не более 70 километров в час. Потому что устроена так трасса, что нет возможности. Обогнать или где-то что-то. Вся затора. Тут явно не хватает просто даже третьей полосы на подъеме. Просто третьей полосы. Я уж не говорю, как трассы устроены там, Дон или еще что-то. Вот этот вот грузовик, фура, она тормозит всех. Она единственная. Уже даже пассажирский рейсовый автобус ее обогнал. Причем обогнал, в принципе, не по правилам. Просто задолбался ждать уже, когда она... А она прет еще фура. Точнее не фура прет, а тот водила, который там сидит. Со скоростью где-то так. От пятидесяти до семидесяти пяти. И вот даже сейчас нет возможности ее обогнать, потому что с сопки едут много машин. Я вот, как говорится, на очереди на обгон. Ну, просто до хрена машина. Они как будто прорвались. А здесь она ползет уже где-то 50-40 км в час. Вот у нее какая-то проблема там. А там машины идут, видите. Все, у нее реально проблема. Она еле... А тут уже обгон закончился. Вот еще один такой вот наглец. Мало того, что он тут бегает, как этот, по кругу. Мне пришлось тормозить из-за него. Ведет себя неадекватно. Вот это и есть агрессивная езда. Прорвался. И дальше что? Вот здесь обгон запрещен. Он пытается обогнать. Поток машин просто колоссальный. Стоит только ему высунуться, допустим, даже где разрешено. И тут же идут снова машины. Ну, практически при таких петлях нет возможности. Вот сейчас, может быть, он попробует. Но только он мне перекрыл кислород. Я бы мог на этом месте обогнать кого-нибудь. Вот. У меня тоже получилось. И вот этот грузовик держал практически всю колонну. Так, вот тут такая развилочка. Где-то мне здесь Николай Николаевич должен ждать. Он говорит, что 6 километров от Вознесенки. Пока не знаю. Где-то там, может быть, на стояночке. Там, может быть, дом. Встречались мы с Николаем Николаевичем, но сниматься он не захотел. На камеру поговорили. И я поехал в Красноярск прямой наводкой. Хочу сказать так же, что на улице ужасно холодно, конечно. Это просто беспредел. Это лето здесь будут ходить в куртках, наверное, с меховой подстилкой. Ну, можно сказать, что я уже почти в Красноярске, потому что вот там уже город виден вдалеке. Дачные поселки сейчас вот пойдут. Ну, еще вывески такое, что Красноярск нет. Хотя до него уже показано до точки 23 километров. Бензин на заправке застава 42 рубля. 95-й. Их не успел посмотреть, сколько там 93-й. Может, на видео будет видно. Движение такое. Глаз до глаз нужен. Тормози отрезка. Так, вот простая какая-то АЗК-заправка. 41,90, 95-й. 39,90, 92-й. Ужас просто. Такие цены смешные. У нас были такие цены два года назад на Кубани. Так, на заправке Сальвен. Скорее всего, это такая фирменная заправка. 92-й, 40-50, 95-й, 43 рубля. Ну, цены самые низкие, которые я видел. Ну, 41-20 я еще видел. Тут 40-50 это вообще. Ну, там мы уже, в принципе, в Красноярске. Хотя была березовка написана. Здесь 92-й был, другая заправка 42-80. Вот, вывеска Красноярск. Все. Вот сейчас я уже в Красноярске. Конкретно. Заправка 25 часов. 92-й, 42-90 аж. А из 95-й, 45-70. Ну, это, видать, элитная заправка. Ну, уже конкретно бензинчик. Почти как на Кубани. Яндекс.Навигатор хорош тем, что он показывает вот эти пробки все, которые могут быть возможны. И им очень удобно в этом отношении, что ты едешь и знаешь, где, что может быть. Какие могут быть заторы. Улица, конечно, вроде как пока асфальт терпимый, но нет совершенно разметки. Ну, друзья, по Красноярску ехать, в принципе, можно. Пробки не такие сильные. Вот. Единственное, что эти ямы есть всякие кое-где неожиданно. Вот культура вождения здесь, в принципе, понятна, может быть, она и есть. Но в данном случае я сталкиваюсь с тем, что они нагло выезжают, независимо, что ты едешь со скоростью, прямо перед тобой выезжают, даже не парятся, что ты можешь в них ехать. Вот так вот, допустим, с этой машиной, которая впереди. Она мало того, что едет, она то ли тянет ее там на буксире, нагло просто влезла и все. А там, как хочешь, тормози, не тормози. Ему плевать, что ты ехал со скоростью. Абсолютно плевать. Поэтому имейте в виду, что в Красноярске не будет поблажек со стороны других водителей. Передо мной ехал Жигуль, который так же выехал прямо перед... Через ултора километра. Вы верните направо. Мало того, что он ехал, с него вылетела пачка сигарет на асфальт, пустая. То есть он ехал, выбросил мусор в окно. В общем, пока я столкнулся с таким. Сейчас я буду пересекать реку через мост. Это будет река Енисей, друзья. Пешеходы, кстати, здесь я заметил, уже неоднократно ходят. Здесь не по пешеходному переходу, где стоит знак, а вообще где им выгодно. Вот. Тут вот им видео. Здесь вот трамвай я вижу. Движение такое насыщенное. Мне надо будет повернуть на лево. Красноярск, друзья. Красноярск. Вот я и прибыл в этот славный город Красноярск. Я был в нем когда-то однажды. Мы ездили покупать полиграфическое оборудование. Я тут с директором катался, но это было на другой машине. Я уже не помню, где мы ездили. Ну, что-то даже не напоминает мне ничего. Ну, это центральная часть уже начинается, города, где различные магазины. Вижу Вольво впереди себя. Вот. Первую европейскую машину. Может быть, здесь и другие были, но как-то не заметил. Вот. В основном так. Японцы. Вот она, друзья, река Енисей. Я еду по Москве через Енисей. Это был не Енисей. Прошу прощения. Это была какая-то заводь Енисея. А Енисей будет сейчас. Красноярск, конечно, большой город. Вот, друзья, Енисей. Вот это в Енисеи. Енисей. Гостиница Красноярск. Гостиница Красноярск. Гостиница Красноярск. Гостиница Красноярск. Гостиница Красноярск. Поверните направо. Сейчас мы припаркуемся.